Доброй ночи всем! Сейчас посмотрим, как прошли чистки, как исполнится ли наше желание после Ивана Купала. Уже несколько дней прошло и расклад как раз самая хорошая делать, потому что сразу после смотреть не так хорошо ответит. Выбирайте вариант на Малейфик, чтобы посмотрим, что ответят древние боги после Ивана Купала. С первого по четвертый, ставьте на паузу. Первый вариант. Я таких хороших карт редко вижу, сложно даже придумать. Так, карта высших сил, причем лучше из карты высших сил этой колоды. Звезда, 17 аркан, королева Пентакли перевернута, императрица перевернута, шестерка мечей перевернута, солнце, 19 аркан перевернуты. На ваши вопросы вам дан ответ да. Ваше желание исполнится после длительного времени. К сожалению, тут время длительное. Два ваших заветных желания. Первый вариант исполнится. Я вас поздравляю и вы себя поздравьте. Вам дана защита на это тяжелое время. Вы ее заслужили. Если вы были тяжелобольны, вы исцелитесь. Если вы боялись за здоровье своих близких, они исцелятся. Старайтесь побольше бывать в тепле или на солнце. Если вы сомневаетесь ехать, где тепло, езжайте. Вы должны быть единственным условием в тепле по солнцу. Не перемерзнуть. Особенно зимой нельзя перемерзнуть по первому варианту, чтобы не свалиться, не заболеть. Если вы просили материальных благ, вам их дадут. Если вы просили семью, вы ее получите. Если вы просили исцеление, это получится. Но основные события тут по шестерке мечей произойдут к зиме или зимой, когда холодно. От поздней осени до середины весны, когда холодно. Это зима. Он по времени наступит. Но на все вопросы вам дан да. Ответ да. У вас стоит защита. Ваша матрица. У вас даже если бы хотели ребенка, у вас двое может быть детей. Если бы хотели брак, он у вас будет. Если вы хотите, мечтаете о своем доме или еще одном, он у вас будет и не один, а два. Но два, тут солнце перевернуто. Это надо очень много работать. Если бы оно было прямое, было бы безусловно. Но это перевернуто. Это сбудется спустя долгое время. Но относительно долгое ваше желание. Что вы желали. Очень тут просится ребенок, семья и недвижимость. Или исцеление. Вот такой первый вариант. А мы переходим ко второму. На все ваши вопросы данный ответ да и положительный. Второй вариант. Он, кстати, очень похожий. Он повторяется. Лид-мотив из расклада в расклад. Словно его люди выбирают один и тот же. Многие. Но такое тоже бывает. Я, например, никогда не привязываюсь к номеру. Ну, кому как. Итак, у нас Король Пентакли. Прямой. Четверка Кубков. Прямая. Туз Пентакли. Прямой. Смерть Тринадцатый Аркан. Прямой. Пятерка Мечей. Перевернутая. И Рыцарь Жезлов. Прямой. Ну, тут Рыцарь Жезлов не очень на этих картах, хотя это очень благоприятная карта, но не на Малефик. Так у нас речь идет о смерти, о здоровье или об ущербе. Но Туз Пентакли обладает огромной силой. Это женщина, особенно если речь идет о здоровье близкой вам женщины или вы женщина. Это мужчины вообще тоже. Король Пентакли он представлен. Тут он полон сил. То есть у вас хватит сил обыграть смерть. В этот раз войти ее и не быть ей сраженным. Давайте посмотрим еще дополнительно. Пятерка Кубков. Кубки полные. И тут Кубки полные. Половит Жезлов перевернутый. Да, мы Жезлов. Вы избегнете смерти, вы не умрете, но вы пострадаете. Это такая вот оплата. Смерть обойдет ваш дом, если вы о ком-то близком беспокоитесь. И обойдет вас, если вы больны или у вас слабая. Тут точка смерти вообще идет. Она повторяется раз за разом. Точка смерти вы избежите. Но будете страдать, потому что совсем просто так вот не бывает. Да, вы избежите смерти. Вы избежите очень тяжелого чего-то. Это заберет с собой рыцарь мечей. В этот раз он очень благоприятный. Это самое, можно сказать, в данной ситуации благоприятная карта колоды. Потому что он это забирает. В данном случае он забирает от вас смерть. Уводит. И ту спинтакль у вас пойдет не на превращение имущества, увеличение, а на сохранение вашей семьи. Чтобы, видите, и пятерка, и четверка кубков. Пятерка в данном случае это прибавление, а не уменьшение кубок не перевернулся, и кто-то вас не покинул. Ну, может быть, даже и прибавление на одного человека. У кого сын, там дочка, могут зятя привезти, или невестку, или ребенок. Сын с армией приедет. Ну, я думаю, что похоже на нового. Ну, в данном случае это очень-очень благоприятная карта. И последняя, да, полные кубки переживете. Ну, это длится около двух лет. Это сразу говорю. Точка смерти идет. Ну, кубки полные вы избежите, но заплатите какими-то страданиями, или физическими, или душевными. Ну, тут по-иному нельзя. Вот такой второй вариант. Переходим к третьему. Держитесь второй вариант. У каждого человека это бывает, их от трех до семи. У кого как, и когда ее проходишь, риск для жизни, как бы, она очень-очень велик. Вот это вам как бы за то, что вы чистились, за то, что вы что-то делали, за то, что вы хотели поменять чего-то в судьбе, вы оправитесь. И кубки полные, это еще и здоровье, избыток жизни будет. Они увеличиваются. Смотрите, было 4, 5, 8. Идет на увеличение. Такой второй вариант. И мы прощаемся. Переходим к третьим. Третий вариант. И знаете, что интересно во всех трех раскладах, можете потом просто глянуть на карты. Идет четверка. А четверка – это наш род. Это наш дом. Везде в этот праздник, не знаю, что еще будет в четвертом варианте. Везде в этот праздник, в это время перемен, затронут наш род, наш дом, наша семья. И она везде, это лейтмотив идет. Ситуация, канва тут совершенно разная, смысл разный, но очень много идет о роде. Очень много идет о доме, о семье. Как бы не совсем одно и то же, но все-таки. Так у нас мир перевернутый, намеренность перевернутая. Четверка жезлов перевернутая, восьмерка под ней жезлов прямая. И влюбленный, шестой аркан прямой, а внизу высший суд. Перевернутый. Вот это не могила. Тут вот Аутадафия, высший суд. Ну, смотрите, мир перевернутый. Говорит, что вы идете не совсем тем путем, и ведут вас ваши эмоции. И вы берете на себя очень, как бы, повышенные обязательства. Вы слишком много на себе тянете. Вам нужно это прекратить, потому что вы горите. слишком много делать. Это неправильный путь. Вам надо повернуть и бросить то, чем вы сейчас занимаетесь, то, к чему вы стремитесь. И найти более легкую дорогу, чтобы мир повернулся. У вас это получится. Следующий вариант. Тут идет очень много о любви, об эмоциях. Либо вас предали тут. Смотрите сами по себе. В любви именно предали. И тогда эти люди пойдут на суд. Высший приговор будет очень тяжелый. Либо вы кого-то очень хорошо предали, подставили. Может быть, даже человека, который вас любил. И тогда вам самим этот суд грозит. Смотрите по обстоятельствам. Это не то, что вы там развелись или изменили. Просто или оставили с ребенком, или он ушел, у вас осталось с ребенком. Ничего подобного это не включает. Это жизненные ситуации. И как бы любовь нельзя никого заставить. Никого нельзя заставить нас любить. это именно вот такое предательство. Вы человеку верили, он украл ваши деньги. Или подставил, вас уволили, оговорил. Да сколько угодно можно. Воспользовались доверием. Вот это речь идет о таком, о серьезном. И перевернутая тут умеренность вместе с перевернутым миром это неправильный путь. То, чего вы хотите, то, чего вы добивались, что вы просите, вам говорят, вы идете неверным путем. Это вам на пользу не пойдет, а только заставит страдать. Вы очень упорствуете, все правильно делаете, вы приложили очень много усилий. Даже у вас это в итоге сбудется, но это вам не нужно. Поменяйте свои желания, поменяйте свои приоритеты, у вас все усложится. Потому что действие у вас получается восьмерка, жезлов прямая. Цели вы добьетесь. Вот такой четвертый вариант. Вот третий вариант, а мы переходим к четвертому. Четвертый вариант. Пятерка. Пентакли. Шестерка Пентакли перевернута. Паш Мечей. Король Кубков. Туз Кубков оба перевернуты. И перевернута двойка жезлов. Ну, тут есть и расходы, и доходы. Доходы у вас будут превышать расходы, но очень ненамного. Потому что внешние обстоятельства изымают деньги. Ну, я думаю, это инфляция, подорожание цен. У вас деньги изымают. А потом, смотрите, у вас привернуты король Кубков и Туз Кубков. Возможно, вы с кем-то поссорились. Даже разошлись на время. Но это ничего страшного. Никакие разлуки, никакие вымешательства, никакие кратники в итоге не похитят у вас семейного счастья. вам предрекают семейное счастье. Либо покупку дома, либо, что к вам придет любимый человек, и вы будете жить вдвоем. Вам убрали одиночество. Мало того, это не просто, а еще с Тузом Кубков, с подарками. Но это будет не так легко наладить отношения или восстановить после конфликта. Вам придется восстанавливать, потому что обе карты перевернуты, и ваша вина в этом тоже есть. Вас убрали одиночество. Это очень-очень много. Вы действительно перешли какой-то порог, что-то осознали. Вы чему-то научились. Вас забрали дар и откуп по пятерке и шестерке динариев. Может, вы даже и не догадывались, что ваши убытки, но у вас забирают. Где-то ваши усилия забрали. Но у вас забирают одиночество, его в вашей жизни не будет. По-моему, это очень дорогой подарок. Вы будете жить своим домом, вы будете жить с любимым человеком, и у вас будут средства на жизнь. Ну, не очень большие, да. Какая-то не алмазная долина, но достаточно нормальная. Вы не останетесь без средств. Да, белый пентакль. Понемножку, понемножку, понемножку. Еще вам хорошо. Да, и десятка кубков. Еще раз подтверждение. И любовь, и жизнь в любви, и согласие. Даже ссора вам не помешает. Тут идет. Вы сняли с себя какое-то одиночество. Одинокую старость. Разлуку. Развод. Ну, вот это с себя сняли. И мужчина будет жить своим домом. У вас любимая женщина. И к женщине придет ее любимый мужчина. Тут совершенно равнозначно. И еще для некоторых, у которых все хорошо, это просто значит подарки. Это подарки и соответствия с ними расходы. И еще говорится, что всякие завистники, соседи и прочие не смогут ваше честь разбить и утащить. Вот такой четвертый вариант. И мы прощаемся.